В Хырове, это в 100 километрах от Львова, подсчитывают убытки и устанавливают причину масштабного пожара, который накануне охватил здание общежития иезуитов. В советские времена там располагалась воинская часть, а в последние годы это здание работает как отель с оздоровительным комплексом. Все подробности узнаем от Галины Якушко. Возгорание произошло на третьем этаже одного из корпусов оздоровительного комплекса. Пламя с молниеносной скоростью распространилось на всю крышу, потом перекинулось на купол церкви Святого Николая. К борьбе с огнем привлекли 25 машин спецтехники. Они ехали почти со всех близлежащих районов. Драгобыча, Борислава и даже Львова тушили в 18 часов. Спасатели называют этот пожар самым сложным в этом году. Было очень большое площадь горения на момент прибывания подраздела и также то, что огонь быстро поширивался перекрытием. Вогнеборцы в первую очередь доклали максимум усилий, чтобы отбить пожар, чтобы она не уничтожила храм, святыню. Не типовое место, потому что оно не отвечает тем архитектурным формам, которые есть в радянском строительстве. Складность в том, что для того, чтобы всем бригадам показать, где входы и выходы, нужно было быстро пробегать по всему конвикту и показать, куда зайти и какими выходами выходить. Это памятник архитектуры местного значения. Построен еще в начале прошлого столетия поляками. Под штукатуркой соломенные волокна перекрытия деревянные. Это и способствовало быстрому распространению огня. Он уничтожил 3000 метров кровли. Первый этаж уцелел. Сегодня там дорогая мебель. На полу смесь воды и пепла. По хрустальным люстрам струится вода. Ее для тушения пожарные выкачивали из-под центра, расположенного на территории отеля. Тут стояли помпи. И эти помпи перекачивали воду в дзакузи. А в дзакузи, вы видели, стоять автомобили, которые наповнили свои емности и отправляли на пожарную гасинку. Кроме того, из города и из нашей емности сюда поступала дополнительная вода. Церкви, расположенной возле гостиницы, повезло больше. Сгорел только купол. Спасло то, что верхний этаж построен с прослойкой бетона. Во время пожара горожане бросились выносить церковную утварь. Парафиант пришел, знаете, целый плац, который был в Асхире. Прибегли люди, все, чтобы спасать тут, что есть. Слава Богу, все врятовано. Присел жертвовник. Все вещи, которые есть, все перенесены. Духати по людей. Сегодня в церкви даже провели воскресный молебен. На возведение нового купола придется собрать не менее полумиллиона гривен пожертвований. Верующие хотят праздновать Пасху даже в недостроенном храме. Тем временем в полиции рассматривают три версии случившегося. Одна из них версия – это необережное поводение с огнем. Другая версия – это загоряние могло случиться от несправной электропроводки. И так следствие не откидает, что возможный подпал. Перезначаются экспертизы и дальше будем уже более детальнее знать, какие причины данной пожежи. В полиции также открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества. Если установят виновного, ему грызит до 15 лет тюрьмы. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львовская область.